Даже он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя. Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятения и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Он выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И вот Иисус идет к этому начальнику синагоги, чтобы исцелить его дочь. И, видимо, не успевает. Она уже умерла. Все. Уже надежда потеряна. Надежды нет больше. Если человек жив, то его можно как-то исцелить. Если человек уже умер, то он умер. Как бывает, когда человек тяжело болеет, и его родные пытаются найти любой способ, чтобы его вылечить. Они пытаются там устроить в какие-то клиники, заплатить какие-то деньги. Они прилагают огромную усилие, но это продолжается до момента смерти. Когда человек умер, тут уж ничего не сделаешь. И вот наступает этот момент. Но здесь Иисус говорит, не бойся, только вверх. И над ним уже смеются. Люди не верят в это. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, талифа куми. Что значит девица, тебе говорю, встань. И девица точно встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и чтобы дали ей есть. И мы видим, что Господь воскрешает эту девочку из мертвых. К великому изумлению родителей. И он велит им дать ей есть, потому что, очевидно, они пребывают в таком ступоре, что этого не делают. И Господь показывает себя водыкой смерти. Как мы читаем в Ветхом Завете, во власти Господа Вседержителя врата смерти. И мы видим, как Господь воскрешает эту девочку, Он ее возвращает к жизни, просто повелев ей это. И здесь Господь открывается как владыка жизни и смерти.